Добрый день! Сегодня ко мне приехали две замечательные трешки в очень похожих упаковочках. Одна почему-то не полностью закрыта, а более плотно. Узнаем почему. Как видно по упаковочке, это Хуан Лонг 3х3. Юксин Хуан Лонг 3х3. Ух! А, давайте сразу глянем. Я видел обзоры иностранных товарищей, и меня все время смущало, почему коробки одинаковые, как их вообще различают. Однако здесь на магнитной версии есть буковка М. Буква М есть, не перепутаю. Ну и откроем. Сравним комплектацию магнитного и немагнитного. Сами по себе коробочки одинаковые. Не закрывалась она, потому что здесь вот, предбумажка торчит. Начнем с немагнитного. В комплекте у нас идут какие-то запасные пружинки, шарики и шайбочки. Сам кубик. Тщательно запакованный полиэтилен. И, о, чудо! Микроинструкция. Абсолютно микроскопическая. На ней что-то даже написано, но смотреть не будем. Все на китайском. Уберем. Так, кубик оставим. Кстати, вот эти шарики. Это нововведение компании Юксин. Сейчас об этом расскажу. Так, у магнитной версии. Пакетик с запчастями гораздо меньше. Пружинок почему-то нет. Кубик на вид точно такой же. О! Вот здесь какая-то инструкция покрупнее. Кстати, очень плотная бумага такая. Здесь, как мы видим, весь Фридрих. Язык вращения, F2L, OLL, PLL. Все есть. Все хорошо расписано. Даже цветами выделено, какими пальцами крутить. Хорошая инструкция. Многим будет полезно проверить свои алгоритмы, либо изучить новые. И такой карманный вариант. Шпаргалка по Фридриху. Плюс. Однозначно плюс. Такая вот, Юксиновская. За нее коробочка-то и не закрывалась. Не знаю, может мне и продавец бонусом положил. Так как-то она сюда не очень лезет. Ну, или просто неправильно вложил. Это может было пометь посильнее. Ну, в любом случае, очень хорошо. Пригодится. Так, сами кубики. Насколько я понимаю, это абсолютно идентичные по пластику кубы. Естественно, что их вручную какой-то отдельный китаец сидит и магнитит. Поскольку, насколько я опять же знаю, никаких специальных пазов под магниты здесь нет. Давайте откроем. Так, вот мы вскрыли кубы. Размеры, мне кажется, 56 миллиметров должны быть. Я взял в калории. Так, этот у нас не магнитный. Кстати, потрясающе вращается. Точно не магнитный. Очень легкий. Очень быстрый. Мне прям уже нравится. У компании Yuxino был отличный бюджетный кубик Little Magic, который все очень хвалят. Некоторые добавляли в него магниты и их пользовали как основной. Но на волне успеха они выпустили вот эту трешку. Я, кстати, очень долго ждал топовую трешку от Yuxino. Вот наконец-то дождался. То есть вот топовый сегмент. Магнитная версия, конечно, дешевле, чем там Yuxino GTS 3, GAN 354. Но вполне себе очень хороший. Мне нравится. Я, наверное, даже сразу соберу. Я не очень быстро собираю куб. Но прямо хочется. Легкие кубы у нас это GON LUNG. Но GON LUNG до этого куба очень далеко. Кстати, вот, когда чуть побыстрее собираешь, уже отсутствие магнитов чувствуется. Я привык к магнитным. Потрясающе трешка. Мне, правда, нравится. Давайте магнитную версию. Кстати, магниты чувствуются не очень сильно. Перемешаем. Да. Они ощущаются, но не сильно. Что-то мне кажется, что не магнитная версия была смазана, а магнитная версия не особо. Так, я добавил пару капель смазки в этот куб, и он стал не хуже, чем смазанный. Прокрутил до этого. Быстрый, легкий, очень легкий кубик. Здесь, кстати, давайте сейчас соберем, потом расскажу. Тот, который был изначально хорошо смазан, прям восхитил из коробочки. Ну и этот, магнитный, более дорогой, тоже. Ну да, такие же кондиции достиг. Теперь еще можно правильно ощутить магниты. Магниты здесь слабее, чем валк 3 пауэр. Мне кажется. Валк сейчас у меня основной куб. Да, послабее. Посмотрим вот на этот пакетик. Тут есть шайбочки и магниты. Видно, не видно. Но магниты здесь двух разных калибров. Два потолще, два потоньше. Видимо, здесь в углах ребрах какие-то разные поставлены. Сейчас разберем, посмотрим. И, как я говорил, здесь уже есть два запасных шарика. Сейчас покажу, откуда они. Так, какой у нас сильнее растянут. А, у нас немагнитный кубик растянут сильнее. Этот потуже. Так, попробуем вынуть элементы. Я разберу, наверное, только один. Магниты здесь находятся не в пазах, приклеены. Так что магнитная версия ничем не отличается. А вот вынуть элементы проблематично. Мне пришлось значительно ослабить болтик для того, чтобы вытащить ребро. Говорит о том, что попать кубик вряд ли будет. Так, ну посмотрим ребрышко. Вот оно ребро. Я не буду доставать, наверное, Little Magic. Все-таки тут бюджетная модель. А этот как бы топовая. Просто оценим. Двуступенчатая форма у ребра. Ну и уголок рельсы. Антифлиповая система. Ну и внутренние элементы из неокрашенного пластика. Primary. Для лучшего скольжения. Еще хотел бы обратить внимание на крышку. Такая очень мощная. Держится достаточно плотно. И вынимается нехотя. Ну и внутри усильная крестовинка. Ломаться не должна. Раскроем уголок. И что мы здесь увидим? Мы видим здесь вот такое вот углубление. Куда можно вставить те шарики, которые в комплекте. Причем в немагнитной версии этих шариков в пакетике много. А в магнитной их там парочек всего. Разница в том, что в магнитном они уже установлены. По местам. Здесь же можно сюда установить. Инерционность кубика увеличится. Вот такое вот новое введение придумали специалисты Юксина. Интересно. Протестируем, как оно будет на практике. То есть сейчас я крутил не магнитный кубик без этого. А магнитный как раз таким утяжелением. Ну, по первым вращениям сказать что-то определенное сложно. Так что будем тестировать дольше. Как ребра, так и углы разбираются достаточно легко. Сделаем еще пару сборок. Так, я еще раз замешал наши кубики. Сделаю решающие сборки. Что сразу хотелось бы еще сказать. Мы не проверили резку углов. Она очень даже неплохая срежется. Больше 45 градусов. Легко, непринужденно. Ну и обратная резка. Тоже происходит достаточно легко. Но здесь, конечно, будет момент, когда резать он не будет ни туда, ни сюда. Но это несущественно. То есть в сборках это не так важно. Хотя там ганы, может быть, и режут. Таким образом. Соберем. Так, что у нас тут? А, я еще хотел показать уголки. Уголки. Флипаются, конечно. Но с большим трудом. Я сомневаюсь, что в сборке это когда-нибудь станет помехой. Отсутствие магнитов все-таки чувствуется. Хоть они и слабенькие магниты. Но когда кубик без них, все-таки ощущается. Очень легкий и быстрый куб. Так, магнитный еще раз соберем. Что у нас здесь хорошего? Ничего. Что-то не то творю. Этот куб достойная альтернатива существующим топам. Значительно дешевле, чем вот эти вот самые дорогие кубы. Но мало чем им уступают. Мне понравился. Обязательно потестирую его подольше. Но, наверное, все-таки магнитную версию. Как бы может возникать вопрос. А зачем я купил один магнитный, а другой не магнитный? Дело в том, что... Ну, хотелось, конечно, и сравнить, как они между собой. Я вообще долго ждал выхода магнитной версии. И не покупал не магнитную. Ну, когда вышел с магнитами, я купил оба. И, возможно, этот не магнитный я либо разыграю, либо кому-нибудь подарю. По настроению. Кубы хорошие, замечательные. Что с магнитами, что без. Новая система с шариками, повышающая момент инерции кубика. По-моему, топовый куб Юксина вполне удачный. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok